здравствуйте рада приветствовать гостей и друзей моего канала спасибо что заглянули надеюсь вам будет интересно сегодня у меня катарантус пора его переваливать посмотрите он уже такой достаточно подрост большой посмотрите корневую нарастил хорошую хорошую корневую но он уже даже можно сказать под засиделся надо бы пораньше чтобы не было вот такого надо немножко пораньше его было переваливать вот посмотрите у него уже пошли боковые побеги самого низа это очень хорошо это просто замечательно то есть он помогает сам себе формировать себя то есть покушку я пока прищипывать не буду потому что и так все замечательно идет боковые растут если вдруг начнет вытягиваться в один стволик тогда надо будет прищипнуть обязательно верхушку и все и тогда он будет разрастаться он развивается нормально посеян он был сейчас я все скажу вам 1 января и 17 была пикировка я стараюсь что ну оставлять информацию чтобы знать как и что значит какой-то сорт это black cherry вот такой такой он будет видите какой кустик низенький очень мой обильно цветущий прям шапочка вот он он black cherry по всходам же я уже говорила вот было пять семян из пяти пять штук у меня есть вот у меня все они здесь вот пять штучек все развиваются равномерно очень мне нравится все хорошо с ними вот ну конечно вот ведь уже в колечко начало собираться корневая не надо допускать этого но еще раз повторю быстренько сейчас все мы это сделаем перевалка это вообще самое легкое что может быть пикировка конечно посложнее будет ну а перевалка это из одного в другое не нарушая кухома ну одновременно я села их также вот посмотрите пикировала в один день все это у меня тату разбери розовенький вот такой тоже 5 из 5 все отлично стопроцентная схожесть и немножко хочу отличие темы посмотрите вот я в перчаточках работаю хорошие перчатки кому-то могу порекомендовать может быть кому-то надо вот я их брала в светофоре вот в такой коробочке они продаются минутку так ногами называется виниловые перчатки здесь семь восемь сто штук то есть ну 50 пар размер бывает м-ка и л-ка я себе л-ку взяла очень прочный ях вообще покупала всегда латексные но не было латексных я долго ходила вокруг да около брать не брать брать не брать но лакта латекс на идут подороже и я всегда брала синенькие а тут думаю прозрачные как чего они будут вы знаете замечательно вот эта пара уже у меня много лет служит я и грунт намешиваю и вот так работаю с растениями когда когда приходится при посеве конечно я не работаю только грудь мешаю уже при пикировке я конечно в перчаточках стараюсь работать вот присмотритесь они недорого стоят триста двадцать один рублей что ли вот эта пачка но могу ошибаться так что присмотритесь очень хорошие помощники они ну и теперь непосредственно к перевалке переваливать я буду вот в такие горшочки недавно приобрела но 5 литров здесь у меня значит он сидит в 100 граммов очках ну конечно дешевые дешевые видите какие-то разводы и они такие хлюпенькие но сгодятся знаете что тратить сильно деньги то я скажу вам пригодятся глядишь и не один сезон еще и послужит конечно штамповка тоненькая прямо совсем так вот смотрите я набрала грунт сделала вот такое отверстие при помощи одного стаканчика сейчас я его выну вот так вот уплотняю ставите немножко грунта вниз кладете если кто не знает как это делается так но вдруг немножко кидаете вниз самый низ грунта дренаж не нужен тут хорошие отверстия большие все потом ставите стаканчик и начинаете вокруг него засыпать грунтом и потихонечку вот так вот пальчиком уплотнять потом сейчас вот так вот повернем но грунт должен быть слегка влажный у меня он влажный чтобы он не рассыпался вот апля я достала вот отверстие осталось видите какое хорошее отверстие и все на сейчас все очень просто можно вот сейчас у меня не было с другого стаканчика поэтому я сейчас соберу здесь лишнее поэтому я как сказать-то отвлеклась у меня пустого такого стаканчика есть у него другой конфигурации и немножко по-другому поэтому я первый использую а вот сейчас я его освобожу перевалю и уже буду можно пустым стаканчиком даже набирать не обязательно вот эти так ну что вот так хорошо обжимаем я его не поливала чтобы ком сформировался вот так немножко прижму чтобы ну ком такой вот знаете если будет сильно влажно он рассыпется и корешочки все оголятся а это бы нежелательно так ну давай не подведи меня дружочек что-то он не хочет ай-яй-яй неужели он рассыпется нет я не могу этого допустить что-то он не выходит сейчас еще немножко уплотню немножко вашего внимания ну немножко рассыпается из-за того чтобы ну маленько пересох но ничего страшного сейчас на его быстренько сюда вот так вот раз и он как тут и был вот видите все все на месте все хорошо прижимаю немножко поглубже можно сделать здесь присыплю вот прям к самому ветвлению надеюсь вам все все видно я стараюсь да и немножко я подсыплю грунта можно даже поглубже маленько сделать чтобы стволик полностью ушел вот эта ножичка которая в самом начале есть вот и ничего сложного в этом нет вы это сами видите прям красота все и теперь теперь самое главное хорошенько пролить хорошенько пролить можно добавить фитоспорин в поливал очку вот у не оторвался только представляете 7 долечка вот только оторвалась вот все присыпали сейчас будем поливать так ну и все хорошенько начинаем с краев поливать я добавила фитоспорин сюда фитоспорин цветы ну такой пузыречек продается да он везде продается есть рассада а есть просто цветы ну вот так как этот цветок поэтому я и поливаю естественно цветком фитоспорин очень хорошо можно вот немножечко вот так постучать чтобы все соединилось хорошенько не бойтесь вы не переувлажните но чтобы хорошо хорошо все сцепилось и корешочком было хорошо сейчас они почувствуют новый грунт обрадуются вообще катарантус он не так уж сложен выращивание небольшие моменты надо соблюдать и все и успевать его пересаживать сразу большой объем его пересаживать ну нежелательно вот я вижу бывает знаете сразу большим объемом посадили чтобы потом не как говорится времени отвлекаться но это неправильно он должен проходить все вот эти этапы сначала 100 грамм вот потом 500 грамм ну 200 грамм уж давайте исключим это уж совсем вот у меня там там девчонка просится ко мне ну сейчас я сейчас закончу вот она видит она всегда со мной работает поэтому она просится уже но все больше я не буду ваше внимание как говорится задерживать все поняли надеюсь выращиваете катарантус отличный отличный цветочек вы посмотрите какая красота но разве не красота а посмотрите вот будем добиваться такого же цветения еще можно и сейчас посеять если вы например не посеяли еще он не такой дорогой как питунья можете сейчас посеять вплоть до середины марта можно посеять но будет немножко попозже цвести но он красивый в вазонах вообще он смотрится шикарно он ну можно конечно и в открытый грунт его посадить но я бы не рекомендовала все таки потому что и дожди и все и может кустик пострадать от этого а вот кашпо вот это прямо вот хорошо для него на этом я заканчиваю свое видео надеюсь было полезным интересным подписывайтесь на мой канал не забудьте поставить лайк лайки очень важны для развития канала пожалуйста помогите со своей стороны поддержку в виде лайка за что вам огромное спасибо пишите советы пожелания комментарии как вы выращиваете катарантус или вообще вы не выращивали ни разу попробуйте очень интересный цветочек я всем желаю удачных посевов дружных всходов и всего хорошего и до новых встреч